Если что, в этом видео вы можете увидеть реально много еды, так что я вас предупредила. Всем привет, ребят! Сегодня у нас очень долгожданное видео, это вторая часть о похудении, первая уже была. Сегодня у нас лайфхаки, я надеюсь, они вам принесут пользу. Поехали! Если ты тоже небольшой фанат обычной еды, ну типа стандартного приема пищи, но при виде вот такой вафли, блин, еле сдерживаешь слюни, прям как я сейчас. Но нельзя, нет, нельзя, мы худеем к лету, поэтому просто бери сладкую ванильную свечку и зажигай ее поскорее. Вот прям сейчас, после еды. Дело в том, что запах ванили реально контролирует аппетит и снижает желание съесть что-то сладкое. И успокаивает неплохо, ладно. Старайся не смотреть кулинарные шоу. Слишком уж рисковые последствия, того явно не стоят. Я вот именно после таких шоу и дошла до плюс 15 килограммов. Всем уже понятно, да, каким образом. Не надо так, просто не надо. А вот комедии, наоборот, отлично помогают сжиганию лишних калорий. Вы знали, что за 10 минут смеха, к примеру, можно потерять около 40 калорий и даже улучшить состояние сердечно-сосудистой системы? О как! Сейчас не удивляйтесь, но ужасы тоже помогают нам избавиться от лишнего веса. Например, если смотреть фильмы, от которых мурашки по коже и сердце в пятки, то можно потерять до 200 калорий, а это на секундочку почти полчаса ходьбы. И небольшая ремарка. Смотреть фильмы нужно тоже правильно. Как я рассказывала в прошлом видео и говорила о том, как я избавилась от вредной привычки запихиваться чем-то во время просмотра фильма, я просто заменила это на воду. И теперь вместо горы попкорна я выпиваю нужную норму воды просто за время сеанса фильма. Правда, Глебу пока что не привила этот подход, но после этого видео я вас уверяю, он точно вряд ли захочет попкорна. А это вот прям картина маслом. Точнее, моя водой, а вот у Глеба точно маслом. Кукурузным. Выбирай, что тебе ближе. Обожаю фотографировать еду и совсем недавно узнала, что это еще и полезно. Таким образом ты делаешь задержку перед потреблением пищи, и это заставляет мозг анализировать тщательнее сам рацион. То есть есть большой шанс не съесть ничего лишнего и может быть вообще перегореть желанием есть. А сейчас попробуй представить, я понимаю, что это сложно, что ты во Франции и ешь как француженка. У французских женщин есть два секрета. Надень пояс, корсет или широкую ленту на талию, а лучше даже под одежду и поверх нее. Главное в этом деле, конечно, дышать. Затяни потуже и отправляйся на ужин. Этот противный тугой корсет постоянно будет напоминать тебе о переедании, да и вообще аппетит, конечно, прежним не будет. Второй секрет есть в компании противоположного пола. Оказывается, мы в присутствии мужчин едим меньше, но, правда, этот метод вообще не работает с мужчинами. Они, наоборот, скорее переедают, когда рядом находится дама. Кстати, к какому типу относишься ты? Переедаешь или вообще не хочешь есть в компании? Напиши в комментариях. Узнаем, кого среди нас больше. Попробую несколько дней есть перед зеркалом. Вот только по-честному, реалистично, расслабив живот. Однозначно лучшего способа отвернуться от лишней еды пока что я не встречала. Во-первых, сразу кидаются в глаза все недостатки, вот вообще все. После чего лично у меня сразу пропадает аппетит, и я чувствую себя виноватой что ли. Во-вторых, ну не так уж это и красиво, да. Это жизнь, а не реклама. Если ты явно чувствуешь, что съедаешь больше, чем нужно, просто потому что не можешь оставить что-то в тарелке, возьми и замени ее на вот такую маленькую, либо на какую-нибудь другую, просто поменьше. Поставь их рядом и почувствуй разницу. Причем, чтобы не было чувства слишком крохотной порции, подставь под тарелку подставку, и зрительно она будет почти как та, которая рядом. Вот с такой тарелки можно точно без угрызения совести доедать хоть каждую крошку. Главное, пожалуйста, не оставляй ничего после себя, особенно если у тебя есть собака. Если так вышло, что во время туманного голода ты оказалась среди наглого фастфуда, не расстраивайся. Просто возьми тайм-аунт и прогуляйся, не отходя от кассы, в прямом смысле слова, прямо на фудкорте. Запах еды на самом деле вызывает желание есть только первые две минуты. Потом голод притупляется, и организм отдает предпочтение более здоровой пище. Ученые даже проводили эксперимент, в ходе которого людям давали понюхать два вида продуктов. Это было печенье, клубника, пицца и яблоко. Первые 30 секунд люди действительно отдавали предпочтение печенью и пицце, но те, кто продержался дольше двух минут, больше не считали вредную еду привлекательной, отдавая предпочтение второму варианту. Постарайтесь как можно чаще устраивать романтические ужины, особенно если поесть любите оба. Приглушенный свет, музыка и облегающая одежда, все это приносит пользу нашей фигуре. В такой атмосфере, во-первых, вам будет просто неприлично хомячить, как свинья, и, кстати, эта же атмосфера способствует получению гораздо меньших калорий, чем обычно. Ну, наверное, в первую очередь, потому что мы больше общаемся, чем едим. Старайся не покупать домой всякие сладости, особенно легкодоступные. И якобы безобидные желейные мишки тоже считаются. Не все-то золото, знаете ли, а остановиться есть эту милоту так вообще нереально. Хочется сладкого? Покупай конфеты в самых идиотских обертках. Именно тех, которые невозможно открыть, и через пару дней ты просто психанешь и не будешь к ним подходить. По статистике, люди съедают на 30% меньше сладостей в индивидуальной упаковке, чем без нее. Как ни крути, но все же не любим мы усилия, даже если это означает обычное снятие обертки. Ну и последний простейший жизненный, но действенный лайфхак. Жой жвачку после еды. Лучше мятную. Жевать нужно хотя бы полчаса, это всегда снижает желание перекусить. И, кстати, мята вообще стирает чувство голода. Поэтому тот же эффект можно обычно наблюдать и после чистки зубов. Вот такие лайфхаки я для вас нашла, и мне лично они очень сильно помогли и помогают. Я считаю, что это что-то новое, это не заезжено. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео на эту тему и не только. Все, пока-пока. Чем ты тут занимался? Субтитры сделал DimaTorzok